Листая старинный семейный альбом, разглядывая поблекшие карточки, на нас смотрят лица. Это люди, когда-то жившие в нашем городе в разные эпохи и с разными судьбами. По фотографиям мы можем проследить, как одевались жители, их обычаи, характеры, настроение и историю города. Гениальное изобретение XIX века. Фотография сразу же стала частью городского быта и непременным элементом интерьера каждого дома. Не была исключением и Тамбовская губерния, где за короткий срок появилось несколько крупных фотоателье, оставивших заметный след в развитии культуры края, так как с их появлением началась фотолетопись Тамбовщины. Одна из коллекций, сохранившихся в музее, относится к семье Вольских. На фотографии семья их прадеда Вильки. Здесь мы видим стандартный для группового портрета прием XIX века, где персонажи в первом ряду сидели на стульях, а за ними стоял второй ряд. На подобных изображениях отчетливо видна еще одна черта светописи того времени – статичность изображения. Первое фотоателье в Тамбове было открыто на главной улице города Большой, Хрисанфом Бровкиным, в 1880 году. Понятно, что фотография была дорогим удовольствием, поэтому первоначально ходили фотографироваться те жители, которые были побогаче. На фотографиях перед нами дети с родителями, учащиеся, молодые пары. Мы видим также вошедшие в моду композиции в рост и то, как фотограф старается придать позам смысл. Модели сидят у столика, как будто читают, рассматривают альбомы. Первоначально карточки были скромными, с надписью на лицевой стороне, но постепенно тамбовские фотографы стали заказывать бланки из брестольского картона в литографических мастерских Санкт-Петербурга и Москвы. В то время фотографию называли «светопись», поэтому на многих бланках мы видим изображения расходящихся лучей солнца, просвечивающих сквозь облако, а также красивые виньетки из завитков и цветов с надписью имени фотографа и названием улицы. Создал Хрисанф Данилович и портрет известного в Тамбове мецената и благотворителя, почетного гражданина города Эммануила Дмитриевича Нарышкина, фотопортрет которого представлен в экспозиции музея. Прогуливаясь по главной улице города, мы остановимся около здания Нарышкинской читальни, которая в 1894 году также успел запечатлеть Бровкин. Фотография искусно была раскрашена акварельными красками. Здание читальни, которое возвели в рекордно для того времени сроки за год и три месяца, расположилось в самом центре города и стало его жемчужиной. Это двухэтажное кирпичное сооружение, оснащенное всеми благами цивилизации – электричеством, теплом, водой, канализацией. Нарышкинская читальня – одно из первых тамбовских зданий в стиле модерн, обладающие рядом отличительных деталей. Одна из изюминок – полуцилиндрические навесы, которые перекрывают по всей ширине тротуар. Там горожане укрывались от дождя. В неизменном виде они сохранились до сих пор. Скромное по внешней архитектуре, оно было грандиозно и величественно внутри. В нижнем этаже находились помещения для особой библиотеки, народное бесплатное читальне с отделениями для выдачи книг на дом и исторический музей, в котором разместились коллекции тамбовской ученой архивной комиссии. В верхнем этаже здания находилась аудитория для народных чтений, рассчитанная на 600 человек, и аванс зала. В начале XX века с организацией в Тамбове фотографического общества в 1906 году здесь также стали проходить и выставки совместно с обществом любителей художеств. В благодарность Эммануилу Нарышкину в здании также был установлен на парадной лестнице его бюст, авторство которого приписывается Арансону, сохранившийся до наших дней. В 1932 году на втором этаже здания открылся первый в Тамбове звуковой кинотеатр «Комсомолец», где в 1934 году начали показ первого звукового кино. В 1983 году в залах этого здания расположилась областная картинная галерея с богатейшим собранием произведений искусства, более 4000 экспонатов. След за Бровкиным право открыть фотографию получил крестьянин Николаев. Очевидно, что его фотоателье пользовалось большой популярностью. В начале XX века традиция фотографирования на память, как и мода на русский стиль, охватила все слои населения. Это было событием серьезным и торжественным для всей семьи, а фотографии нянек в семейных фотоальбомах заняли законное место. В альбоме Вольских сохранилась фотография Юленьки в возрасте одного года с няней в русском народном костюме – сарафани, кокошники с бусами. Снимок няньки с младенцем обычно входил в условия поощрения и делался за счет хозяев. Судя по тому, что в семейном архиве осталось фото визитного формата, кабинетный был подарен няне, что было очень дорогим подарком. Даже сама фотография наклеена на бланк, отображающий интерес к русскому искусству – рисунок в форме резного наличника окна в русском стиле. В верхней части расположены две медали, внутри которых профили и надписи с именами – Даггера, Ньепса и Тальбета. В середине – надпись Николаева в Тамбове на Дворянской улице, дом Йенгена. Собственно говоря, фотографический бланк того времени – это особый мир и целое произведение искусства. На одном из бланков Николаева на оборотной стороне изображена муза с фотографическим аппаратом, у ног которой находится мольберт с кистями, в аллегорической форме, изображающей новый вид искусства – фотографию. Вверху фирменного бланка над музой надпись «Фотография». А по диагонали бланка размещен свиток с надписью «Николаева». А далее – в Тамбове на Дворянской улице, дом Йенген. По-прежнему в медальюнах размещены профили с именами изобретателей фотографий, а также самого Николаева. В нижнем правом углу обращает на себя внимание едва заметный знак – «Скамони СПБ» Иосиф Скамони, владеющий в Петербурге фабрикой брестольского картона и фотографических бумаг с 1879 года. В 1899 году фотография Николаева перешла в руки дворянки Ольги Федоровны Йенген, которая многие годы прочно удерживала фотографию в числе лучших. Двухэтажный особняк Йенген, оборудованный в 1876 году стеклянной галереей, располагался на улице Дворянской и был снесен только в советское время. На фотографиях Йенген запечатлены Юленька и Ольга Вольские в детстве, дети Виктор и Валерий, одеты в матросские костюмчики. Историки моды сообщают, что матросский костюм в русский быт ввела французская художница Вежели Брен. Она написала портрет сына короля в матросском костюме, который и способствовало распространению новой моды как детской, так и взрослой. Первоначально матросский костюм был целиком белый, а позже стал более разнообразным. Главное в нем – матросская тема – сочетание синего и белого цветов, отделка полосками и якорями. В гардеробе каждого мальчика обязательно присутствовал такой матросский костюмчик, пришедший из детских мод 1850-х годов. Обращает на себя внимание и фирменный паспарту Йенкин – бежевых, желтоватых, серых, зеленых оттенков с названием фирмы на лицевой стороне, выполненном тиснением. Оборотная сторона встречается двух типов. На бланках до 1911 года – изображение цветов, профили и имена изобретателей фотографии в медальонах с надписью «Фотографии Йенкин в Тамбове», «Дворянская улица», «Собственный дом» – негативы сохраняются. Такие бланки заказывались у товарищества Тальбот в Вильне. С 1911 года бланк был оформлен в стиле модерн, вьющимися цветами, скорее всего, фиалками. В нижней части бланка расположен фирменный знак литографа – палитра с текстом «Гек Москва». Также на бланке добавилась надпись «Высшая награда – почетный диплом Тамбовского фотографического общества 1911 года». А кроме медальонов изображалась королевская мантия, внутри которой тамбовский герб. Это означало принадлежность к Тамбовскому фотографическому обществу. Сохранились в альбоме и открытки с видами города. Серия открыток в 1905 году была издана типографией Москалева, где на стороне изображения сделана надпись «Снимок фотографии Йенкин в Тамбове». Это места, которые особенно полюбили семьи Вольских. Набережная у Кафедрального собора, Покровская церковь, костел, городской сквер, окружной суд и присутственные места. Мы пролистали небольшой альбом одной тамбовской семьи, проживающей в начале XX века в нашем городе, и совершили небольшое путешествие в историю фотографий города Тамбова, которому в 2016 году исполнилось 380 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова